Казахстанцы создали ажиотаж в аптеках. Уже завтра антибиотики нельзя будет купить без рецепта врача. Эта норма начала действовать еще в январе, но многие аптекари не соблюдали требования и отпускали препараты без рецептов. Эксперты фармконтроля решили навести порядок. Узнав об этом, граждане кинулись скупать впрок привычные для себя лекарства. Ведь ходить по врачам многие не любят и предпочитают лечить себя сами. Аптеки в эти дни перевыполняют план продаж. Людмила Батюшкина с подробностями. Мама двоих детей Ирина Вобещевич, хотя и не сторонница самолечения, решила, что неплохо было бы запастись проверенными лекарствами. Женщина случайно услышала в аптеке, что теперь многие из них без рецепта врача купить будет нельзя. Уже сразу купила часть лекарств, сегодня еще поехала докупила, потому что лучше пусть лежат, лучше пусть впрок, чем потом для меня вот эта головная боль, ходить по больницам, в поликлиниках. Я не помню, когда последний раз там была, но как бы не хочу туда попадать. Ирина Вобещевич не одна такая. Не на камеру работники аптек говорят, что за последние дни выручка у них резко выросла. А в рецептурный отпуск все будут опускаться по рецепту. Где написано на нотации, по рецепту. Все будут опускаться по рецепту. Но дело в том, что эта норма действует давно, просто аптеки ее не соблюдают, рассказали в департаменте по фармконтролю. А ведь многие препараты могут серьезно навредить. Помолодел заболевание с инсульт, то есть нарушение мозгового кровообращения. А причины этого бесконтрольное применение гипотензивных препаратов. И они становятся инвалидами. Вы знаете, посмотрите на этих больных. Первые группы. Представляете, в молодом возрасте. Кроме того, некоторые болезни стали почти неизлечимыми. Например, мультирезистентная форма туберкулеза, не реагирующего ни на какие препараты. Причина в том, говорят врачи, что казахстанцы пичкают своих детей антибиотиками с раннего возраста. Плюсы новых правил очевидны. Но казахстанцы увидят пока только минусы. Там в поликлинике всегда народу полно. Не запишешься, а потом еще больше людей будет. Допустим, сильные головные боли. Правильно? Это же мне придется бежать в больницу, чтобы он выписал вот эту бумажку, чтобы я бежал в аптеку. Мы сюда без рецепта, а зачем мы в больницу ходим? У нас свои лекарства узнаем же мы. С завтрашнего дня по стране заметно ужесточится отпуск антибиотиков, препаратов, имеющих опасные побочные действия, повышенную токсичность, практически все снотворные средства. Опасения людей о том, что врачи, пользуясь правилами, начнут выписывать только дорогие препараты, беспочвенные, говорят медицинские чиновники. Задача доктора – указать в рецепте действующее вещество. Зато ответственность за прием препаратов теперь полностью ляжет на поликлинике.